всем привет меня зовут настя сегодня я рисую вот такой вот рисунок для начала давайте расскажу на чем я рисую и чем я рисую бумага у меня а 4 формата 100 процентов целлюлоза фирма малевич имеет фактуру холста краски это акварельные краски pinux и shanhan кисти имитация белки синтетика к сожалению весь рисунок не попадает в объектив камеры элементарно потому что по-другому камеру у меня не получается пока что закрепить и поэтому я выбрала самое главное на этом рисунке это собственно лицо глаза рот нос к сожалению не попала частью одежды и верхняя часть лба с волосами но в конце видео я естественно покажу полностью всю картинку как она у меня получилось а сейчас давайте я расскажу что это за бабуля что за персонаж и так просматривала я референсы для себя в просторах интернета и набрела на такую вот иллюстрацию из мультфильма унесенные ветром честно я его смотрела но очень давно и вот из всего этого мультика мне запомнился вот этот персонаж бабушка такая как я поняла она чем-то смахивает из наших сказок на бабу ягу как-то так и другой персонаж который мне запомнился прямо так вот ярко это мальчик который превращается в дракона я так понимаю это дух воды по моему как-то так но вот дракона я не нарисовала бабушка мне попалась я думаю а почему бы ее не нарисовать но так как это мультфильм аниме получается у них немножко раскрас другой конечно я не полностью повторила как там то есть и если кто еще не заметил как я рисую я не от себя тяну рисую там из своего воображения а все-таки как бы это художники не ругали занимаюсь рисовкой я рисую для себя это мое хобби и вот захотелось вот такое вот срисовать и разукрасить все таки чуть больше на свой лад а теперь я хотела бы рассказать кто же это такая ю баба из этого мультика как я поняла ю баба это так скажем воплощает себе образ мифической ведьмы я могу бы однако ряд общих черт у них все-таки есть я могу бы представляется в мифах как уродливая старуха седыми грязными волосами в истрепанном красном кимоно я могу бы поджидает заблудившихся путников и прикинувшись бедная старушка усыпляет их бдительность и убивает и съедает по японским поверьям йокоами ямауба становятся молодые женщины сбежавшие в леса и горы от обвинений в преступлениях и злодеяниях проживая в изгнании вдали от людей постепенно они превращаются в горных ведьм в некоторых случаях их происхождение объясняют древним японским обычаем избавляются от ненужных членов семей во времена голода например от самых старых и немощных семьи уводили своих матерей вглубь леса и оставляли их там умирать эти брошенные женщины от ярости и отчаяния превращались в ужасных монстров которые в отмеску стали питаться людьми и практиковать черную магию но давайте все таки я вернусь к персонажу мультфильма юбаба это главная антагонистка фильма хозяйка купалин того места куда попала девочка тихира страшная колдунья наставница хаку всех держится в ежовых рукавицах кроме своего родного сына которого ужасно балует вершит тайные дела у себя в кабинете посылает хаку на задания которые не отличаются безопасностью каждый вечер превращается в птицу и проверяет свою территорию юбабу часто можно застать за пересчитыванием золота и перебиранием драгоценностей ей приятно чувствовать себя хозяйкой такого крупного предприятия с немалым богатством всех кто по какой-то причине не работает юбаба превращает в свиней у этого персонажа интересная запоминающаяся внешность это старуха с гигантской головой где расположился ее огромный нос с коротеньким туловищем она носит очень много драгоценностей на каждом из пальцев надета по сверкающему кольцу у нее вспыльчивый характер и резкий темперамент ко всем своим подчиненным она относится с бескомпромиссной строгостью единственное исключение это ее малыш бом избалованный младенец невероятных размеров любые капризы которого выполняются матерью сиюминутно она скупая черствая алчная жадная она все время стремится к обогащению именно поэтому ее главный досуг как я уже ранее говорила подсчитывание и перебирание своего золота и драгоценностей то что вот у нее между глаз находится это родинка она находится на столь видном по стороннему взгляду месте можно трактовать как метку такое пятно считается дьявольской отметиной в средние века женщина с родимыми пятнами в определенных местах могла прослыть самой настоящей ведьмой и за это ее сжигали на костре у юбавы родинка прямо над переносицей что говорит о высокой уровне интуиции родинка напоминает третий глаз на лбу что символизирует способности ясновидущего и возможность общаться с потусторонним миром макияж синего оттенка на глазах можно трактовать как отсылку к скандинавской богини хель хранительницы преисподней одна половина лица которая имела синюю окраску а другая была мертвенно-бледной также платье юбавы изображено в синих тонах жители востока верят что синий цвет отпугивает злых духов защищает от негативного воздействия сглаза и порча однако этот цвет имеет и негативную составляющую он может выражать эмоциональную холодность неуравновешенность злопамятчество и самодовольство платье героини в пол что говорит о ее преклонном возрасте в конце когда я дорисую я отодвину камеру подальше и вы увидите то что до одежда у меня тоже синих тонах принципе рисунок я практически закончила вот сейчас я уже прорисовываю ресницы подводку и осталось еще зрачки нарисовать кстати что подводка что зрачки это не черный цвет это индиго от пвц просто более насыщенный цвет взяла более концентрацию сильную и вот я отодвинула камеру спасибо что досмотрели видео до конца всем пока